Всем привет! Сегодня у меня первый рабочий день после трехнедельного отпуска. Народу немного, потому что детские садики, школы все закрыты, и у нас тишина и спокойствие. Сегодня на ферме всего 10 человек, и вот для них я приготовил обед. Значит, у нас на обед картофельное пюре, потом гишнет из говядины с добавлением сельдерей и моркови. Ляйпциге а-ля-ляй, будущий по-ляйпцигский. Это стандартный набор, зеленый горошек, морковь и спаржа. Это такой продукт, который все заморожено. Ну и есть еще и консервированный, но у меня в данном случае был замороженный. И для наших Хабиби немножко рыбы. Ну это для тех, кто мясо не ест, для халяльщиков. Не халявщиков, а халяльщиков. Эссен! Данкер! Уже езжет. Всем добрый день! Сегодня для персонала у меня вещикаротен. То есть морковка, соль, перец, масло, сливочное, мускатный орех и добавление минеральной воды. Французская, которая называется вещей, поэтому и название от нее такое. Далее у нас идет чечевица в томатном соусе с овощами. Картофель по-деревенски с добавлением прованских трав, чеснока, соли, растительного масла и немного копченой паприки. Рис, гуляш и стелятины на сливках или со сливками. Ну и всем хорошо знакомый нам салат типа оливье. Он в Германии называется картофельный салат. Здесь отсутствует колбаса и отсутствует зеленый горошек. А так, в принципе, все то же самое. Всем добрый день. Сегодня для персонала у меня паста болонезе. Болонезе я приготовил от А до Я. То есть я мясо нашел обрезки, какие бы еще остались от коллег. Перемолотил их в мясорубке и приготовил. И получилось довольно неплохо, я скажу вам, несмотря на то, что это обрезки. Жир я, конечно, вес слил через сито, когда уже мясо обжарилось. Так что оно у меня диетическое, можно сказать. Далее картофельный перец с овощами. К ним идет рыба. Рыбный соус с добавлением подкопченого лосося. И морковный салат. Всем добрый день. Сегодня для персонала у меня вегетарианские тортеллини с соусом с добавлением черемши. Это пьерлаух или, как некоторые знают, джусай. Это родственные души, скажем так. Запеченный под сыром. Картофель по-деревенски с добавлением розмарин и чеснока. Гуляш из колбасы, говядина. Томатный соус и кетчап. И морковный салат. Иссет! Всем добрый день. Сегодня последний день недели. У меня для персонала сегодня будет... Я после отпуска поскреб немного по холодильнику. И вот что я набрал. Корнеплоды всякие разные различные. Сладкий картофель, морковь, меловая цветная капуста и так далее. Для вегетарианцев я сделал баклажаны. Здесь ничего сложного. Здесь просто я их обжарил в глубоком масле. И добавил соус, который я просто соединил. Кисло-сладкий соус с айваром. Все готово. У меня осталось от баланеза. Баланеза соус остался. Из него я сделаю сегодня лазанью. Листочек у меня есть. Пешамель у меня есть. Сыр у меня есть. Все у меня есть. Теперь только осталось собрать, запечь и все готово. Многие всегда спорят о том, как собирать лазанью. Кто-то сначала соус наливает, а затем кладет лист из теста. Кто-то делает наоборот. Я это делаю в зависимости от обстоятельств. Если я знаю, что у меня вот такой конвектомат, а не духовка или какая-нибудь подовая печь, где будет это все запекаться, я знаю, что у меня нет прямого соприкосновения с гастроемкостью, то я сначала делаю лист, а затем соус. Если же по-другому, то наоборот. И опять же, нужно смотреть, на чем будет стоять разогретая гастроемкость. Опять же, прямое или не прямое. Если шевенький, что там естественно пар, то ничего страшного, то тогда лист внизу. А если как у нас капоты, то желательно внизу, чтобы был соус. Вот такие вот дела. Делаю я, как правило, всего 4 слоя. В смысле 4 слоя теста и 4 слоя соуса. И обязательно добавляю при каждом слое бешамель. И все это дело размазюкиваю. Аккуратно, естественно. Как я уже заявил, сегодня лазанья, запеченные баклажаны, немножко теплый салат. Это для наших вегетарианцев. Он не горячий, он просто теплый. Овощной рагу. Но здесь кусковый салат, он холодный. Это для других товарищей. И зеленый салат. Салат Романа. Это салат.